Всем привет! С вами Priya. Стартануло обновление 8.1, значит можно вскрыть спокойно те сундучки, которые мы хотели оставить для вскрытия перед стартом обновления, собственно, до 10 по Москве. В текущий момент время даже 8 еще нету, а уже это можно сделать. Собственно, очень много изменений различных, в различных видосиках абсолютно все это я рассматривал. Плейлист скинул в описании, если вам это будет интересно, то, конечно, гляньте и ознакомьтесь с какой-либо сводной информацией. В текущий момент item-левел монаха упал. По какой причине? Весьма интересный. Потому что кожевенные ноги теперь я не могу использовать. У меня просто-напросто нету ног. Вот и все. Это вот мое лицо вместо веб-камеры, когда я такое увидел. Можно не надо? Пожалуйста. Зачем мне нужно теперь добывать ноги откуда-то еще? Почему я не могу просто заняться каким-либо крафтом и получить их? Но не беда. В принципе, можно это все восстановить, если вы когда-либо дропали какие-либо ножки, и радоваться жизни. Ну да ладно. У нас все-таки вскрытие сундуков. Мы будем лутать сегодня азеритовую пыль, которая нужна нам для покупки азеритовых вещей. А почему у меня монах без звания? Я что, гуна зря вчера убивал, что ли? Потел там? Окей, ладно. Так, добычина хмелевара. Быть может, даже если упадут ноги, то это будет реальным апгрейдом. Потому что надевать 370-е не особо кайфово. Итак, колечко 380-е и 72 пыли титанов. Пойдем посмотрим торговца. Собственно, нужно же его показать, рассказать о нем, где он стоит. Итак, здание фериалов. Собственно, там, где мы берем монетки, там, где мы куем наши азеритовые вещички, там, где мы трансмогаем шмоточки, стоит поставщик эксклюзивного снаряжения. Мы подходим к нему и можем купить... Получается, это рандомный предмет, выброшенный, да? А это таргетные вещи. То есть, таргетные стоят 675 пыли титанов, рандомная 355-я 15, рандомная 370-я 50, и рандомная 385-я вещица 165. Неплохо, неплохо. Так, какие тут ножки лучше? Ну, скорее всего, эти. Ну, а кравченные кожевины можно просто скинуть, потому что я не хочу брать кожевничество на своего монаха в алхимии. Сейчас есть весьма интересная вещица в виде аксессуара. Нужно, конечно, посмотреть, подумать, как этот ринкет повлияет на танка и на дамагера. Но на дамагера он не очень, я уже это глянул, а вот для танка, быть может, еще хорош. Так, а пвп, сундучок что мне принесет? Ножки, прокнутые. Ножки. О, прокнутые, действительно, плюс сокет. Почему бы и нет? Неплохо, неплохо. Давненько я не лутал с сундучков что-то полезное. Отлично. Ну и, конечно же, надо накинуть трансмог. Вот так вот. А сколько азерита не хватило? 66 единиц. Ну, в принципе, неплохо, на самом деле. Почти, получается, 37-й левел неки. Ну, все идет так, как и должно. То есть, один левел шеи, один вик, один неделя, одна. Да. Вполне неплохо. Получается, к выходу рейда будет 38, 39, 41, 42, 43, 44 нек. С 44 неком можно весьма неплохо раскачать каких-либо трейдов. Идем дальше, дальше, ДК. Ну и, конечно же, вскрою наварис, нудучок, собственно, на абсолютно всех. Я засолил. Рискнул, можно так сказать. И сейчас полутаю азеритовую пыль. Все-таки лутать актуальные азеритки такое себе. А полутать пыль титанов на будущее, чтобы хоть какое-то ее количество было при старте рейда для покупки новых азеритовых вещей, весьма классно. Ой, вот только звуки громкие. Если сейчас орнет NPC-скан, то я не виноват. Потому что я только зашел в игру и не особо увидел настройки звука. Кровь. Лед. Да и ладно, пускай. Да, это было очень громко на самом деле. Одиннадцатый, по-моему, был сундук. Ну, одиннадцатый ключик, по-моему, я проходил на этой неделе. Да-да-да. И получается за одиннадцатый ключик шестьдесят пыль титанов. А что это за крест такой интересный? Мне ничего за него не дали. О, шмоточка для соратников. Интересно. Не, ну, как бы, эксклюзивный контент, эксклюзивные видосики, да, на YouTube-канале моем, и вы же должны получать самую лучшую информацию. Вот, собственно, теперь вы знаете, что можно купить вещичку для соратников. полного аналога к кузнечному крафту. Можно ли это совмещать? Весьма интересно. О, нормально. World of Warcraft не отвечает. А, вот теперь отвечает. Как бы, ну, без комментариев, да, насчет этого. Хорошо. Так, а тут что? А, тут платиновая точила. Оно плюс 10 дает, а там всего лишь плюс 5. Ну, да, это маловато, конечно. Так, сундучок на варе. Что нам принесет полезного? Ну, воинам, конечно, можно было вскрыть и до обновления с целью лута азеритовой вещицы. Ну, да ладно. Полезные ступни. Отлично. Так, варов нынче апнули. Собственно, перехват теперь не вешает ГКД. Стойкость к болю тоже не вешает ГКД. Вар играбельный танк, вполне приятный. И, быть может, с позиции для души, конкретно для меня, он перейдет в что-то большее. Посмотрим, на самом деле. В текущий момент, что там по локалочкам, по всяким другим вещицам. А, ну, доступно, собственно, нападение, аналогичное легионскому. И можно в нем поучаствовать, получить очки завоевания, получить дополнительную репутацию с 7-м легионом, ну, или армии чести для, получается, Орды. И все. Ну, и к тому же, это увеличенные просто локалки на силу Азерита. Получается, как-то так. Вскрытие сундуков сделано, сделано успешно. Через два с половиной часа будет еще одно, но в виде видосика это никак отображено не будет. Вскрою на стриме. То есть, сейчас посижу, подумаю, обсужу весь этот текущий контент сам с собой и запущу стрим. Все ссылочки в описании, плейлист на 8.1 аналогично будет в описании. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. До скорого.